Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и меня зовут Александр. В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор нового полуприцепа для игры Vertrax Melter 2. Прицеп называется Kron. Значит, Kron они добавили совершенно недавно, я же только его вчера увидел. Вчера у меня игра обновилась, оказывается это было обновление этого замечательного полуприцепа. Действительно, полуприцеп очень красивый, больше с ним ничего такого не шло. Может быть шло, потому что люди мне писали, что мол там какие-то аксессуары появились. Я же начал проверять на тягачах, ну не на всех конечно, на Scania в частности, на Mercedes проверил. Никаких аксессуаров от Kron не было, лично у меня. Может там что-то докупать надо или я не знаю, может я что-то не так смотрел. Если кто-то знает в комментариях, напишите пожалуйста, будет полезная информация и мне и кому-то еще другому. Так, ребят, давайте изначально я вам покажу, что это за интересный такой полуприцепчик. Так, вот он у нас находится, вот так вот оно выглядит. Вот, это гоночное оборудование. То есть, вот такие вот штучки. Есть у него тут, посмотрите, да, башмаки, как видим. А у него такие диски классные. Жаль, что еще приблизить нельзя, потому что очень четко, качественно смотрится все. Вот, такие вот покрышки. Ну, в принципе, все вот как надо. А я вот видео даже посмотрел на блоге СКСовцев. Очень довольно-таки прикольно все. Ну и соответственно, я уже взял, нашел этот полуприцеп. Сразу скажу, что их тут очень мало. У меня тут, по-моему, на всю Европу штук 15, по-моему, или 14. Это очень, это очень, очень мало. Ну, в общем, ребят, давайте попробуем сейчас подъехать к нему. И попробую я сейчас его подцепить. Ну, в принципе, не стал заморачиваться. Я стюнинг нам с Каней, ребят. У меня стюнинг нам проблемы какие-то, ребят. Поэтому, если что, не обижайтесь. Так, ну вот, мы подцепили его. Ну, шланги, да. Шланги, они что-то там прицепились. Их вообще очень плохо видно. Так, ну вот так вот оно все выглядит, да, ребят? Давайте попробуем сейчас. Так, давайте я, наверное, сейчас немножко отъеду. И сейчас я вам покажу. Я думаю, что зум у меня получится какой-то сделать. Приблизить там что-то. Так, вот так, я думаю, будет нормально, да? Да, для обзора. Хорошо, давайте с водной камерой сейчас полетаем. Ну, вот такие вот у него диски, ребят. Смотрите, как качественно все, да? Прикольно вообще. Покрышечки такие вот, светотехника такая вот, да, вот. Габариты. Здесь ящик, ну, бокс, понятно делом. Так, всякие с платформой, да, я так понимаю. Да, 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 по-моему. Если не ошибаюсь, с платформой. Наверное. Ну, вот видим кнопочки, да, всякие. Смотрите, как качественно, да? Ну, почти. Башмаки, он, видим, с той и с той стороны. Прикольно очень, прикольно, ребят. Так, тут у нас что? Ну, вот так вот как-то все, ребят. Ну, в принципе, ребят, полуприцеп как полуприцеп. Это просто новое что-то, поэтому... Ну, это все и радуемся, наверное, да? Так, ладно, ребят, давайте попробуем сейчас проехаться немножко. Так, надо изначально отсюда выехать, попытаться как-то. Не знаю, получится у меня отсюда выехать или нет. Ну, конечно, получится. Главное, чтобы никто мне сейчас не мешал, потому что сейчас машины будут ездить, то выйду я отсюда очень-очень... О, не скоро. О, отлично, отлично. Так. О, спасибо. Нажаврю, с этим выездом у меня большие проблемы. И замах пытаюсь уделать. Ну, вот так вот, ребят, оно все смотрится. В принципе, ребят, очень неплохо даже, как по мне. Шедевр просто. Так, погнали дальше. Ну, на поворотах, то есть, как бы, в зеркало, если посмотреть, то обычный полуприцеп. Вроде ничего такого обычного, да? Просто что-то новое, еще раз говорю. Тавтология, извините, ребят. Кстати, как на нем подсветка работает? Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Прикольно все. Так, давайте поворачиваем направо. Так, аккуратненько. Все, погнали. О, пробочка. Все, все. А, вот так вообще просто бомба смотрится. Особенно на эти колеса, посмотрите, ребят. Это просто что-то. Это просто супер. Пупер, да? Очень красиво все. Прямо, знаете, такая ассоциация идет напрямую. Где там еще, в Лионе, да? Ничего себе, какие туннели. А, тут еще не был. Прикол, ребят. Прикольно, прикольно. Да, реально не был. Вау, посмотрите, дорога типа куда-то туда уходит. Слушайте, одновременно обзор Делси, Франции. Хе-хе, прикольно. Тут еще какие-то туннели идут. Какой-то мост, он параллельно. ЖД, наверное, да? Очень клево просто. Блин, красиво смотрится. Скания на фоне этого Замечательного полуприцепа Вообще шикарно смотрится, как по мне. Хоть и, ребята, он уже говорил, Что у меня безвкусный тюнинг, да? Поэтому вот такие вот дела. Не обижайтесь, если что. Не умею ее тюнить. Как бы и не люблю я тюнить что-то. Вот и все. Для меня достаточно цвета какого-нибудь и все. Ну, там еще что-нибудь поставить. Или внутри кабины. Ну, не такое, чтобы прям уж голое. Вот так, на скорую руку. Купил что-нибудь. Люблю серый цвет. Как по мне, он идет замечательно на машину. Вообще, белый и серый цвет, вот как по мне, идут. Черный, все. Ни красный, ни синий. Че-то такие мне цвета вообще не заходят. Серый, белый, все. Ну, черный, может быть. Но, как обычно, я ставлю всегда серый. Или белый. Ну, смотря в ситуации. Подходит оно или нет под топ-полуприцеп. Или... Так. Прикольно вообще, да? Так, ребят, затягивается, наверное, обзор, скорее всего. Да, это уже обзор идет не самого полуприцепа, а обзор идет самой уже карты. Ну, как дополнение. Ну, блин, Франция очень красивая, ребят. Хоть я тут еще и не был, однако. Серая территория. Чуть-чуть хоть и следуем немножко, да. А то, блин, купил Францию и по ней не катаюсь. Прикольно вообще. Ну, что же, ребят. Можно сделать определенные выводы. По тому, что я сделал. Полуприцеп. Ну, новенький, да. Свеженький, готовенький, да. Поэтому... На первый взгляд он кажется очень красивым. Действительно очень красивым. Очень прикольно все получилось. Очень качественно все. Качественная модель. Ну, это вскоре надоест всем. Как и это с Канья. Все фанатели безумно сначала, а потом все. Ну, это, ребят, это... Хайп на 2-3 дня. Вот и все. А, полуприцеп очень красивый получился, как по мне. Так, я хотел заехать на парковку. Я немножко провтыкал с этой парковкой. Ах, блин. На такие... На такие вот заправочки и... А, подождите. Тут не заправка, тут просто парковка. А я думал, что заправка стоя, а парковка тут. Блин, я не посмотрел. Так, где у нас тут ближайшая есть какая-то? Вот впереди есть платная дорога. Платный участок. Так, ладно, ребят. Давайте я сейчас, наверное, где-то тут встану. И вот уже заканчиваю. Так, пацаны, дайте я сейчас проеду. О, у нас уже что-то... Тучки какие-то приходят, да, или что? Дождик будет скоро. Но я проигрую. Так, наверное, тут сейчас остановлюсь. На аварийку, скорее всего. Все, у меня колесо пробило. Или там что-то еще случилось. Все, не знаю, пацаны. Сорян, сорян, у меня колесо пробило. Надо менять. Хе-хе-хе. Блин, автобан. Так, все, ребят. Так, ручничок. Давайте еще раз посмотрим на этот полуприцеп замечательный. Вот так все выглядит. Вот так вот все работают. Вот вся светотехника работает на нем. Вот эти вот огни всякие. Ну, очень красиво, как по мне. Шикарно просто. Да, конечно, шланги очень плохо видно. Но вот видно, что оно подцепило все. То есть работает все без проблем. Ну, вот так вот как-то. Ну, красиво. Согласитесь, да? Ладно, ребят, все. Давайте я тогда всем пожелаю счастья, здоровья, удачи. И давайте всем-всем-всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok